с чем не рекомендуется сочетать концентрат 5 пептид многие пептиды в частности мериалоксанта критично относятся к ph средства то есть если ваш крем или тоник имеет кислый ph то сразу после него или на эту сыворотку наносить кислые средства не стоит из наших средств гель пектиновый и сыворотку альфа-дерм также не стоит естественно сразу после тоника освежающего саха кислотами наносить этот концентрат но если вы выждете где-то полчаса то можно уже наносить а также пептиды могут разрушаться и частично разрушаться если вы используете средства содержащие дубящие вяжущие компоненты например экстракт конского каштана может давать такой эффект зеленый чай поэтому лучше наносить их в разное время с этенолом тоже в одно нанесение нежелательно сочетать пептидный концентрат поэтому самым оптимальным вариантом и такой тяжелой артиллерии по возрастным признакам будет утреннее использование концентрата 5 пептидов а вечернее использование средств таких которые содержат ретинол то есть ретидерм 0,25 или ретидерм 0,5 что касается наоборот сочетаний то здесь достаточно большая свобода во первых 5 пептидов вообще пептидные сыворотки не критичны к ультрафиолету поэтому это идеальный совершенно летний уход когда других мощных антивозрастных компонентов мы использовать не можем например по причине агрессивного ультрафиолета мы не можем использовать свободно ретинол свободно кислоты мы должны тщательно защищаться от солнца или избегать нахождения на солнце для того чтобы использовать их период активного солнца а пептиды нам таких ограничений не дают поверх сыворотки можно использовать любые защитные кремы например мульти протекторы с 50 плюс или крем декомбинированной кожи с 15 можно использовать различные тональные основы можно использовать барьерные средства такие как гель церамин скин сейвер например можно использовать комбинировать с другими кремовыми уже текстурами так как это гель сверху хочется нанести крем поэтому например на область вокруг глаз мы можем нанести крем-сыворотку для век с эффектом лифтинга которая тоже содержит составе пептид матрикин матриксилморфомикс и они будут усиливать действие друг друга вот собственно вот такие нюансы использования данного препарата использовать можно один раз день можно использовать дважды в день рекомендуется использовать пептидные сильные такие средства курсом допустим 3-4 месяца вы используете пептидный концентрат потом делаете на месяц-два перерыв